Завод отравляет жизнь. Жители деревни Гусь-Хрустального района устали писать жалобы. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Я сам в Ивановской области, так как сейчас везде проблемы в нашей области со страховкой. Очередь за страховкой. Во Владимирских страховых компаниях ажиотаж на новые полисы ОСАГО. Почему застраховать авто не только дорого, но и долго? В своей разминке всегда буду теперь пропагандировать эту спортивную игру городки. Занимайтесь этим видом спорта и всегда будьте довольны. Физруки взялись забиты. Во Владимире стартовал Кубок губернатора по городошному спорту. Какие ставки делают на исконно русскую игру? Вы смотрите новости на 6 канале. В студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Задыхаются от выбросов. Жители деревень в Гусь-Хрустальном районе недовольны соседством с асфальтовым заводом. Гарь и копоть из дымящей трубы не дают людям спокойно жить. Кроме того, завод загрязняет еще и территорию национального парка Мещора. По жалобам жителей и инициативе руководства парка предприятия проверили надзорные органы. Каким результатом это привело, расскажет Ольга Федина. Хоть эти люди и живут вдали от цивилизации, что такое чистый воздух, они уже забыли. Жизнь деревенским отравляет асфальтовый завод. Он стоит совсем рядом с жилыми домами. Сезон дорожных работ из трубы предприятия. Регулярно валит густой дым, который распространяется повсюду. В эти дни жители деревни стараются не выходить на улицу и наглухо закрывают окна и двери. Мы не можем выйти никуда, ни с детьми, ни вечером, ни подышать. Гарь, копоть, вот это вся. Даже иногда глаза вот ест. Вот ест глаза. Вот такая копоть бывает стоит, особенно когда ветер дует, он стелется, прям ест глаза. Мы приходим домой, вот подышав этим воздухом, у многих болит голова. Из-за постоянной гари и копоти Наталье Гусевой пришлось даже срубить яблоню возле дома, чтобы дети не ели немытые яблоки с ветки. Перестирывать вещи и по несколько раз в неделю мыть окна для жителей деревни стало обычным делом. Вот, это ужас. Просто ужас. Это только за сегодня, да. Это только за сегодня. Это вот мы протираем каждый божий 3-4 дня. Вот эти вот окна. Но больше всего от выбросов завода страдают жители поселка Зеленый дол. Между их домами и дымящей трубой нет и 500 метров. Староста поселка уже третий год пишет письма во все инстанции. Специалисты Роспотребнадзора по ее жалобам приезжали несколько раз и делали замеры воздуха. Но превышений допустимых норм не нашли. Люди считают, что эти результаты далеки от истины. Поскольку в Роспотребнадзоре берут пробы с той стороны, откуда ветер дует. Вот эти факты, они просто необъективны. Потому что, когда дым с завода дует в нашу сторону, с севера, ветер северный, а мы находимся на юге по отношению к нему, то смог стать такой, что мы напротив не видим, вот напротив стоящих домов. Мы не можем сходить за водой. Поселок Зеленый дол и асфальтовый завод находятся в охранной зоне национального парка Мещера. Его руководство тоже среагировало на жалобы и наведывалось на предприятие с проверкой. Увиденное дирекцией парка, мягко говоря, не понравилось. Территория завода не огорожена, а нефтепродукты хранятся как попало. Металлолом, загрязненный нефтепродуктами, закотельной, просто-напросто столкнули в лес, то есть на территорию национального парка, на земле национального парка. И из емкости, которая там была, там вылились нефтепродукты. Вот это все размывается, течет по территории, по лесу. За такую халатность на директора завода наложен штраф в 15 тысяч рублей. Если руководство предприятия порядок так и не наведет, суммы наказаний могут увеличиться в разы, говорит представитель парка Мещера. Хоть уличить завод в загрязнении воздуха надзорным органам так и не удалось, для жителей хорошие новости все же есть. Черный дым – последствия сгорания некачественного мазута, пояснил нам директор предприятия. В планах у руководства полностью отказаться от этого топлива. Мы переводим завод на газ, и тогда не будет никакого дыма. И даже будем стараться построить новый, более современный завод. Уже в этом году должны проплатить аванс за завод. Он стоит 40 миллионов. Директор заверил, проект у завода готов и уже согласован. Так что в следующем году черный дым над Нечаевской и зеленым долом должен рассеяться навсегда. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Издеваются над беззащитными. История подростков, которые этим летом насмерть замучили бездомного котенка, вызвала широкий общественный резонанс. Но, как оказалось, это далеко не единственный случай жестокого обращения с животными. Собак и кошек не щадят даже собственные хозяева. Почему люди так жестоки к слабым и беспомощным? И что делать, если вы обнаружили на улице покалеченное животное? Узнала Маргарита Махрова. Человеческая жестокость не знает границ. Неделю назад в мусорном баке на Новой Ямской улице нашли мешок, в котором оказалась израненная собака. Умирающее животное сердобольные владимирцы отвезли в приют «Атлант». Как рассказали в приюте, истекающую кровью собаку привезли жители дома на Новой Ямской. По их словам, так жестоко обошелся с ней собственный хозяин. Доставили в тяжелом состоянии. У нее была пробита голова. Там череп. Была кровь. Много было крови. Мы лечили. Делали капельницы, ставили. В общем, боролись за ее жизнь. Ветеринары говорят, что собака выжила чудом. Животное очень ласковое и абсолютно домашнее. Сейчас за ней продолжают ухаживать и надеются найти новых хозяев, которые согреют собаку теплом и заботой. А этого старого пса нашли на дороге в полном истощении. Он жадно пьет воду, а полноценно питаться не может до сих пор. Скорее всего, беднягу просто выгнали из дома. Сотрудники приюта говорят, что обезображенные животные к ним поступают все чаще. Жестокость в данное время уже больше, чем в прошлые годы. В данное время уже стало много пораженных животных. Вот в загородном парке недавно был случай. Девушка рыдающая пришла, говорит, около почты нашла кошку с отрубленным хвостом. Эта жестокость, мне кажется, тоже либо подростков. Хвост висел на нитке. Наши врачи-хирурги прооперировали. Там уже поражение было из спины, гной везде был. Но выходили. В Атланте 270 собак и почти столько же кошек. Животных приносят почти каждый день. Справиться с таким наплывом сотрудникам сложно. Нужны корма и медикаменты. Пример доброты и милосердия подают сами животные. Эта собачка по кличке Катя живет у нас уже второй год. Она недавно, три недели назад стала сама мамой. Вот у нее щеночек один. А вот остальных троих воспитывает приемных. Их обнаружила женщина в мусорном бачке, завязанной в мешке. И приняла как родных. Чем вызвана такая жестокость к беззащитным животным, мы спросили у владимирцев. Даже не могу сказать, чем это вызвано. Просто уж сам по себе человек такой. Уже ничего не сделаешь. Вот жестокие такие люди откуда берутся? У родителей. Что плохо воспитывают? Утроить. Какие родители, такие дети. Я не могу вообще представить, как человек рука поднимается на животное, на безобидное бездомное животное. Как это вообще может быть? У вас у самих есть кто-то дома? У нас нет, к сожалению. Но были. Собаки были неоднократно в доме. Поэтому мы не можем представить, до какой степени должна человеческая психика опуститься. Если вы увидите на улице пострадавшее животное, не проходите мимо. Отнесите его в приют и передайте сотрудникам. Для неотложной помощи дорога каждая минута. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал. Зоосага в очередь. С 1 октября в обороте полис сострахования автогражданской ответственности нового образца. По всей стране за первые дни продаж их оформили более 100 тысяч человек. Это статистика Российского союза автостраховщиков. Чем отличается новый полис от старого, стал ли он дороже и с какими трудностями столкнулись владимирские автовладельцы, расскажет Валентина Мартынова. В новый полис встроена металлизированная сплошная нить. На ней видно надпись ОСАГО, а на просвет – полис. Его фон стал сложным, изменился шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков. Специалисты утверждают, для того, чтобы подделать новый полис, потребуется от одного до двух лет. Но насколько доступен этот документ сегодня автовладельцам? Это мы попытались узнать в страховых компаниях и по телефону спросили, как можно у них получить полис ОСАГО. У нас живая очередь. Вот приходите, занимаете очередь и оформляете. Полис ОСАГО по записи. На 20 тысяч записи. Приехать сюда в центральный офис и в порядке живой очереди получить. Чтобы оценить размер живой очереди, в районе полудня мы сегодня приехали в один из офисов страховой компании. Там в момент нашего приезда было 10 человек. И что интересно, почти все автовладельцы приехали из Ивановской области. Здесь еще, слава богу, хоть как-то очень много ожиданий, но знаю, что получат страховку. В других городах именно шуя. Там вообще это невозможно. В общем, ситуация более чем плачевная и критическая с этими страховками. Здесь, слава богу, делают пока. Но приходится ждать. Я сам в Ивановской области, так как сейчас везде проблемы в нашей области со страховкой. То есть, вот прибыл, мне не отказали здесь, по крайней мере. То есть, ну, не отказали, сказали, приезжайте, живая очередь. Давно сидите? Ну, с 6 утра я приехал. С 6? Да. И сколько вам еще? Мне? Да вот уже, наверное, третий буду. Есть ли у Владимирцев проблемы с получением полиса ОСАГО? Мы поинтересовались в соцсетях. Мнения разделились. Не знаю. Проблем со страховкой не было. Пришел в РГС оформлять. У них по записи только и на 2 недели вперед расписано. Пошел в РИСО. В итоге 4 часа просидел в очереди. И это еще легко отделался, потому что особо везучие попадают на очереди в 30 человек. В РИСО, по всей видимости, пошли такие же, кинутые РГСом. Хотел МОД застраховать. Полисов нигде нет. Либо просто не страхуют. Вот такое у нас отличное государство. Страховать технику обязала, а условия не создала. Сами страховщики нам не смогли объяснить такого ажиотажа на оформление ОСАГО. Но предполагают несколько причин. Во-первых, мобильных офисов, так называемых «газелей», в городе стало гораздо меньше. Во-вторых, не у каждой компании есть лицензия на страхование по ОСАГО. С 1 октября филиал оформляет полис только нового образца, розовенькие. И порядка 25-30 клиентов в день обращаются к нам за полисами ОСАГО. На сегодня оформление ведется в штатном режиме. За ответами мы обратились в Москву. В Российском Союзе автостраховщиков нам сообщили, что новые бланки сейчас есть во всех регионах. А проблемы с оформлением возникают только в так называемых убыточных регионах, где сами страховые компании не заинтересованы в оформлении автостраховок. Такие регионы мы называем тактичными. Вводим туда единого агента, который начинает работать и разруливать данную ситуацию. Пока мы скажем, что Владимир к таким регионам не относится. Может, какие-то локальные моменты возникают. Но то, что сегодня во Владимире вокруг очереди стоят на покупку полиса, мы такого не слышали. Не знаем. Еще одна возможная причина ажиотажа – попытка поменять действующие старые полисы на новые. Делать этого не нужно. Если же в страховой компании вам отказывают в получении полиса, нужно обратиться в Российский союз автостраховщиков, Управление Федеральной антимонопольной службы, прокуратуру, Роспотребнадзор и Центробанк. Именно они контролируют работу страховых компаний и выдачу ими полисов ОСАГО. Необходимо обязательно приложить доказательную базу. Любая информация, полученная законным способом. Видео фиксация, фото фиксация, аудио фиксация. Обязательно проследить, чтобы была электронная дата, когда совершилось это событие. Свидетельские показания. Свидетельские показания тех, кто присутствует, кто может зафиксировать, что в этой страховой компании отказали в такое-то время, такого-то числа. Что касается стоимости нового полиса, то повышенная защищенность и сложность в изготовлении действительно сделали его немного дороже. Но, поясняют эксперты Российского союза автостраховщиков, все эти затраты должны нести исключительно страховые компании. Для граждан цена полиса в чистом виде без дополнительных услуг остается прежней. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, Евгений Токарев, 6 канал. Все шубы под счет. Теперь покупатели смогут узнать о меховых изделиях правду. По новому законодательству продавать меха будут только вместе со специальными чипами. Это должно помочь снизить на российском рынке уровень контрафакта. Коснутся ли изменения владимирских магазинов? Валерия Саенко узнала, что продают под видом норки и как с помощью телефона узнать информацию об изделии. Маленький чип с QR-кодом. Сегодня обязательная часть мехового украшения. Через него изделия вносят в общую базу, где пошили шубу, чей мех использовали и даже откуда завезли. Все можно узнать, если есть в руках смартфон. Нужно просто включить программу для считывания QR-кода, и вся информация о шубе появится на экране. Так государство будет бороться с контрафактом и с недобросовестными продавцами. Сейчас я знаю очень много случаев, особенно в Москве, когда под норкой продают кролика, то есть зарабатывают на незнании потребителя. Соответственно, государство с этим также хочет бороться. Потому что на каждом чипе, который будет присвоен к шубе, будет полная информация о меховом изделии. Обмануть новую систему нельзя. Сами продавцы на изделия бирки клеить уже не будут. Российские шубы обзаведутся чипами еще на стадии производства. А вот импортный товар будут чипировать на таможне. Новая система отразится и на покупателях. Хоть сама этикетка с чипом стоит не больше 25 рублей. Изменения в цене почувствуются. Конкуренции в этом бизнесе станет меньше. Уйдут с рынка контрафактные шубы. Соответственно, дешевых шуб, таких, как есть сейчас, когда можно купить норковую шубу за 25 тысяч рублей, такого уже не будет. Потому что это шубы некачественные, которые возятся по левой границе, отшиваются не пойми где. То есть в России будут подавать только хорошие, качественные изделия, которые прошли все проверки. Но сегодня найти шубу с чипом во Владимире почти нереально. Новых поставок с чипами еще не было. А вот остатки прошлых коллекций чипируют сами продавцы. Выносить в базу, регистрировать в системе и ждать соответствующих кодов приходится месяцами. Пока Роспотребнадзор закрывает на это глаза. Срок вступления в силу соглашения истекает 13 октября 2016 года. Период реализации пилотного проекта по внедрению маркировки товаров специалисты Управления Роспотребнадзор неоднократно разъясняли и проводили консультации в летний период для предпринимателей о предстоящем контроле в сфере маркировки. Уже через неделю магазины с нечипированным товаром будут работать на свой страх и риск. В Москве рейд по крупным торговым центрам уже проведен. Роспотребнадзор арестовал более 500 немаркированных шуб на сумму в 12 с лишним миллионов рублей. Проверки ждут и владимирских продавцов. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал. Большой юбилей главного чернобыльца в регионе. 70 лет отмечает ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС и руководитель областного союза Чернобыль Юрий Чайковский. Общественная организация уже больше 20 лет защищает права и интересы ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Благодаря стараниям Чайковского была создана первая музейная экспозиция, посвященная чернобыльцам. Один из главных, как бы ни было это банально, нам, мне и моим друзьям удалось сохранить союз Чернобыль за 26 лет. Я горд, вот это уже слово скажу тем, что у нас жива память, у нас есть памятник, у нас почти в каждом районе в городе также есть памятники, мемориальные доски. Мы пишем книги, мы прекрасно издали книгу «Солдаты Чернобыля энциклопедического типа». И я думаю, что вот это все ляжет серьезным фундаментом для патриотического и будущего воспитания. Известного общественника поздравил и председатель ЗАГС собрания Владимир Киселев. Спикер регионального парламента с общественной организацией «Союз Чернобыль» и Юрием Чайковским связывает давняя дружба. Владимир Киселев поблагодарил юбиляра за многолетний труд и активную работу по защите интересов и прав чернобыльцев. Он уручил Юрию Чайковскому памятные часы и почетную грамоту облпарламента. Также Владимир Киселев отметил особую роль общественников в жизни региона и страны. Вчера, когда было первое свидание Государственной Думы, Владимир Владимирович Путин сказал, что сила нашей страны именно в наших людях, в единстве людей. И когда мы решаем проблемы граждан, мы решаем, в общем-то, проблему государства. Это общественная организация. Вообще все наши, уважаемые общественники, делают очень много для того, чтобы развивалась наша область, развивалась наша страна. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Похитили козла. У 45-летней жительницы деревни Красная Горка в Селивановском районе неизвестный ночью увел домашнее животное. Породистого козла владелец оценила в 20 тысяч рублей. Злоумышленника полицейские нашли уже через два часа. Им оказался ранее судимый 42-летний безработный, житель этой же деревни. Со слов задержанного животное он хотел съесть. Теперь за кражу козла рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы. Уволили главного инспектора по надзору за строительством в регионе. Сегодня стало известно, что Андрей Девятов сложил свои полномочия. Таково решение руководства обл. администрации. Пока общественности нового начальника инспекции не представили, временно структуру возглавляет Владимир Чернов, заместитель руководителя. Андрей Девятов руководил инспекцией с самого ее создания в 2007 году. Осторожно, пешеход. С 1 октября госавтоинспекция проводит профилактическую операцию. Но даже это не спасает пешеходов от несчастных случаев. Только за эту неделю в ДТП попали 16 человек. Двое из них погибли. В третий случай виноваты оказываются сами пешеходы. К примеру, в первый же день октября во Владимире на Судогодском шоссе иномарка сбил ребенка. Несовершеннолетний переходил оживленную дорогу в неположенном месте. Ребенок остался жив, но получил травмы. Чаще всего пешеходы под колеса попадают в вечернее время суток. ГИБДД настоятельно рекомендует использовать светоотражающие элементы на верхней одежде. Передавайте показания счетчиков через СМС. Владимирский энергосбыт запускает новый сервис. Теперь показания личных счетчиков можно передавать через мобильную связь. Для этого нужно отправить сообщение с показаниями счетчика на номер, указанный на экране. Сообщение должно выглядеть следующим образом. Сначала указывается номер лицевого счета, и затем через пробелы показания всех счетчиков в квартире. Более подробную информацию о новой СМС-услуге смотрите на сайте Владимира Энергосбыта в разделе «Новости». И последнее. Городки для педагогов. Сегодня в Владимире стартовал третий турнир по городочному спорту. Сильнейшего в умении разбивать фигуры выявляют среди учителей физкультуры. В дальнейшем они будут объяснять правила исконно русской игры своим ученикам и прививать им любовь к забытой забаве. Тему продолжит Влада Миткова. Вспомнить детство и сыграть в городки собрались сегодня учителя физкультуры 33-го региона. Во Владимире стартовал кубок губернатора Владимирской области по городочному спорту. Кстати, городкам уже больше 200 лет. Именно эту игру считают единственной исконно русской. Тотеи соревнований просто необходимы для выграждения городочного спорта. Игра в городки во Владимирской области жива, а вот городочный спорт, к сожалению, давно умер. Лет 20 ни один спортсмен в Владимирской области не выполнил ни один раз, даже юношество. Правила игры несложные, они не менялись столетиями. Игрокам нужно выбить фигурки с определенной площадки, которую называют городом. Фигурки пушку, звезду, артиллерию и факс выбивают обычными деревянными палками-битами. И занимаются этим на Кубке губернатора, в этот раз около 300 педагогов. Судейство проходит так, что у человека две попытки на фигуру участника. Он кидает, если сбивает все пять городков из поля, то есть у него пять очков. В общем, сколько городков сбивается, столько и очков ему записывается. Дмитрий Пашин, физрук со стажем. Уже больше шести лет он преподает волейбол юношам в поселке Красная Горбатка. Его воспитанники учащиеся третьих-девятых классов. Дмитрий рассказывает, что в городке играл еще в детстве с друзьями. На соревнованиях сегодня он выступил среди лучших, сбив все фигурки с поля. Кстати, теперь учитель хочет начинать свои тренировки именно с этой игры. Я считаю, что этот вид спорта нужно популяризировать, потому что здесь развиты все группы мышц. И мышление, и мышцы рук, и ног. И так что она никому не будет никогда лишней. В своей разминке всегда буду теперь пропагандировать эту спортивную игру городки. Занимайтесь этим видом спорта и всегда будьте довольны. Лучшие участники отправятся на финальный этап турнира по городошному спорту. Пройдет он в Доброграде 12 октября. Старинную игру городки организаторы хотят снова сделать популярной. И, возможно, уже в ближайшем времени ученики в школах на уроках физкультуры вместо футбола будут выбивать городошные фигурки. Влада Миткова, Александр Мажаров, 6 канал. И это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Впереди еще немного полезной информации и прогноз погоды. Если же у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66. И вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok